Так, забрели, вернее, заехали в парк, или это лес маленький, или это парк большой. Так, вот там вот парковки, много всяких столиков, там детская площадка, какой-то трейл. Вот, и идем, идем, дышим свежим воздухом. Везде, где мы останавливались, полтора часа мы ехали сюда из Бруклина. Это Лонг-Айленд. Мама, да. Везде, где мы ехали, было очень-очень жарко. Под 90 показывал термометр в машине. То есть мы заходим в этот парк, и сразу прохлада какая-то необычная. И, значит, как бы обещают там какую-то грозу даже, может быть. Но такая жара стоит на улице, что без разницы. Даже если будет дождь, у нас высохнет все мгновенно. Вот такой интересный лес. 8 долларов вход. Ну, хорошо, что не с человека, а хорошо, что с машины. Как бы проезжаешь, берут 8 долларов и... Мама! Да. Вот такой, как бы, получается, цивилизованный, как бы, такой вот цивилизованный лес, что ли, это можно назвать. Но пока мне нравится, все нравится. В общем, по карте была какая-то река, но, видать, из-за жары она вся высохла. Тут вот там тоже с той стороны, но это такая речка очень странная. Это какой-то ручей. Нет, мы не должны переходить никакую реку. Мы идем дальше. Просто в этом месте соединяется асфальт и река. Да, мама. Но она... Только туда не надо, не надо, не надо, не надо. Думаю, что мы еще куда-нибудь выйдем, там будет побольше. Конечно, она вся высохла, от жары вся высохла. Но, по крайней мере, прогреется океан, я так думаю. Океан прогреется. Вот, конечно, у нас тоже в Бруклине полно парков, но, по крайней мере, Бруклинский проспект-парк огромный. То есть, даже, конечно, лучше озера, красивее, чем вот такой вот непонятный ручей. Красивее озера, я скажу, в проспект-парке. И, конечно, намного красивее центральный парк. Но захотелось куда-то поехать. Захотелось поехать просто, чтобы был действительно час езды от... Так, парк Лозы. Так, значит, туда можно перейти, что ли? Не знаю. Сейчас посмотрим. Ой, так. Да, и на картинках были даже уточки, но пока никаких уточек нету. Никаких уточек. А там что? А там все закрыто. Где утки? Конечно, они тоже не хотят здесь. Вообще, вода такая относительно чистая, видите? Прозрачная. Даже интересно. Решили пройти. Да, смотри, здесь написано. Welcome, Hendrickson Park и Pool Complex. Значит, то есть, как бы, вот оттуда мы пришли. Нам потом главное не заблудиться. Остановился и стоит. Так, продолжение. Идем сюда. Вот это, типа, как река, не река. Она оттуда течет. Здесь она как бы больше собирается. Я хочу ее подлогать. Не надо. Он это хочет. Ого, гром гремит. Где-то сверкнуло, наверное. Ну, вымокнем, так вымокнем уже все. Что делать? Все так странно. Небо. Небо синее. Тучки. Это вообще недалеко от места Вэлли Стрим. Кстати, это называется Вэлли Стрим. Стейт. Стейт. Белка. Вон она, белка. Не надо, не надо, не надо. Жарик не надо. Я хотела сфотографировать. А там еще одна белка. Ну, хотела ее сфотографировать. Зачем? Так она близко была к нам. Так, ну, немножко так пройдем. Такая цивилизованная часть. Да, люди так живут с видом на парк. Тихо, тихо и спокойно. Здесь, конечно, не очень красиво. Вот, вот и утки, наконец-то. Вот и уточки. Да. Так. Оттуда мы пришли. Канадские гуси. Не уточки, а канадские гуси. Джаред, только не упади. Край может обрушиться в любую секунду. Эй, гуси! Да. Так, прохладненько стало вообще. Вы знаете, просто красота. Ой, ну. Ну, и денечек у нас сегодня был, конечно. Вот. С утра было очень все негладко. У нас. Может быть, конец учебного года. Какая-то у него усталость накопилась. Я не знаю. Мама! Мама, я вам пописи. Красиво вот здесь ивы. Значит, в школу не пойду. В эту, на плей-терапию не пойду. В продленку не пойду. И вот так вот, несколько дней подряд, все вот так вот наперекос. Все, везде не пойду, не пойду, не пойду. Да, вот так хорошо здесь люди живут с видом на... Красиво. Ну, как они красиво идут. Не трогай их только, не трогай. Во-первых, они все равно убегут, не надо. Женщины с мужчиной идут. На нас выторщились. Как будто они людей никогда не видели. Нет, нет, нет. Они вот остановились, эти гуси-лебеди, уточки из селези. Потому что их тут подкармливают. Она холодная. Конечно, холодная, конечно, холодная. Они ждут еды от людей. Подожду, обувайся. Да, такая тишина, так приятно. Все, пошли. Обувайся, обувайся. О, кстати, реально, я в кроссовках. Реально хочется разуться и босиком идти. Вот, вот красота какая. Они привыкли, что их кормят, они никого не боятся. Я жду, жду. Раз, два. Эти почему-то держатся кучкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А те сами по себе плавали. Это, видать, какая-то семейка. Ну, смотришь на них, и прям душа успокаивается. Не зря полтора часа ехали. Я ехала... Мама, почему они так кричат? Крякают. Так, что я хочу сказать. Ехала, даже не знала куда. Вот просто думаю, поедем в Лонг-Айленд. Ну, хотя и Бруклин, он находится на территории большого острова Лонг-Айленд. Но, как бы, Бруклин не считается Лонг-Айлендом. Он считается, как бы, частью мегаполиса. А когда говорят, что мы едем в Лонг-Айленд, это все города, которые за пределами, за чертой Бруклина, за чертой Квинса. Вот. Я просто хотела мозги проветрить и просто проехаться. И я ехала, и все. Ехала, ехала. Вот так вот. Ну, думаю, я так приблизительно знаю. Там Линбрук, Валл-Эстрим. И потом, когда мы доехали до Валл-Эстрима, я набрала там, что здесь посмотреть? Вижу Стейт-Парк. Валл-Эстрим, Стейт-Парк. Думаю, пройдемся, прогуляемся. Видите, здесь совсем по-другому. Та часть более такая дикая, из которой мы вышли. А здесь, как бы, такая большая зеленая территория. Уточка сидит. Красивенькая. Ивы, Ивы. Ну, в общем, так приятно. И главное, что я еще думала. Может, там где-то поискать что-то в помещении, внутри помещения. Какое там сейчас просто красота. Вы знаете, сейчас комфортно и 25 градусов. Солнце зашло. Вообще, это просто, просто нам как бы, это Бог милостив. Он дает нам такую вот погоду. Потому что, когда мы вышли из машины там перекусить, с ним остановились, жарятым. Вышли из машины. Вы знаете, такое вот пекло раскаленное. Мы как будто вышли в раскаленную какую-то печку. Духовка. Вот просто настоящая была духовка. Раскаленная была духовка. Вот. И я еще подумала, куда мы едем. Может быть, там куда-то в помещение. Но решила все-таки на природу. Думаю, ну ладно, вспотеем. Будем мокрые. Ну и что? Но сейчас красота. Здесь птица пела. Она замолчала. Видела, у нас вообще птицы поют здесь. Идешь. Вот. Когда мы идем, они начинают петь. Когда мы останавливаемся, они как бы тоже смотрят на нас. Елки. Видите, как здорово. Ой, просто красота. Хорошо, что выбрались. Надо всегда выбираться на природу. Всегда. Хочешь, не хочешь, тащить себя за шкирку. Потому что, когда выберешься, всегда думаешь, хорошо, что выбрались. А пока сидишь дома, думаешь, как бы неохота, такая жара. А что выходить-то, да? Вот. В общем, вот так вот у нас. Белка. Белка и птица. Интересно. Две птицы и белка. И как бы они друг с другом соседствуют и друг друга не обижают. Одна клюет свое, другая ищет свое. И группа елочек. Как красиво, как здорово. И поют птицы. Вы знаете, просто настолько здорово, настолько здорово поют птицы. Я думала, что вот это Valley Stream очень такое тихое место. Но когда мы ехали, было столько машин. Были такие пробки. Я не знаю, может быть, все едут. Как бы мы поздно поехали. Это после 12, конечно, уже. И может быть, это, как бы, такие камни здесь понаставили. Вон там вот. Мы идем к тому мосту. Вон там сверкнула. Вон там сверкнула молния. Да-да. Да-да. Я тебе про это и говорю. Ой, какие здесь красивые деревья хвойные. И огромные влуны. В общем, кто-то работал над дизайном. Может быть, эта река становится больше, когда... Видите, как загородочку поставили. Казалось бы, пустяк. Да? Ведь можно было не ставить эту загородку. Она вон там начинается. Вот они ее взяли и поставили. Вот. Поэтому и 8 долларов, когда сюда приезжаешь. Ну, хорошо, что не из человека, а с машины. Может быть, они без машины пускают бесплатно? Не знаю. Может быть, люди проходят бесплатно? Людей много было. Ой, хорошо. Какая ветерок. Камни. Вот так люди живут. С видом вот на эту рекреационную эрию. Хорошо они тут. Ой. Просто захотелось выбраться из Нью-Йорка. Вообще вот просто. Уже все наши парки, они у нас изучены, переучены. Хотелось просто выбраться. Воздух. Очень хороший воздух здесь. Гремит. Гремит гром. Может быть, дождь. Ну, он идет как бы за нами. Тучка идет за нами вон там. Но все равно. Джареда 3 бутылки воды. Очень тяжелый рюкзак. Но я думаю, ничего. Пусть умучивается. А. Ива. Потому что столько энергии у него. Вот его просто в квартире удержать невозможно. В смысле как? Его можно удержать, но он будет там все. Он будет там шалаши строить. Понимаете? Он строит шалаши. И прочее. Так, вот сейчас посмотрим. Маша, утка! Да, да. Не трогай ее. Улетела. Цветет вода. Так, слышим звук большой воды. У-у-у-у! А тут-то какая красота! А тут-то какая красота! У-у-у-у! Как в лучших... Как в лучших домах. Как в лучших местах. Ой, правда, вода мутная. Мутная. Ой, там рыба, но мутная. Ну. Ну, вот как и бывает в лучших этих местах Америки, когда посередине пруда бьет большой фонтан. Вот там он бьет. Но ему надо возвращаться тем же путем, каким мы шли. Так, чисто все. Все очень чисто. Я сюда колью в палку! Ну и напрасно, напрасно. И так там хватает мусора. Вот там красиво фонтан бьет. А вот здесь, конечно, вода мутноватая. Видишь, какая вода мутная? Ну, вот здесь классная река. Не знаю, река, пруд. Что это? А это что там? Ну, уже дальше не пойдем. Сейчас надо посмотреть на телефоне, где мы, в каком месте мы. Потому что мы, как бы, получается, от леса ушли. Лес-то там. Мы, как бы, из леса ушли. Ой, научился плавать, так не страшно. Прыгай, куда хочешь. Давай, все, пошли. Пошли обратно в лес. Ну, конечно, не столько народу, сколько было. Сколько он там в мегаполисе. Лавочек миллион, вы знаете, миллион. Столько народу. У нас столько лавочек нету. А вот здесь прямо интересно. Маленький водопад. Маленький водопад. Ну, там столько лавок. То есть, у них столько людей не будет. Вот сейчас вот, как бы, суббота, разгар, разгар, солнце, такого теплого дня, летнего, да. Там, казалось бы, все лавки у нас бы в Бруклине были заняты. А у них нет. У них здесь вот, не знаю, для кого они это делали. Все, идем обратно, тем же путем. Да, красиво. Знаете, на фоне синего неба, темного, вот такие ивы. Природа замерла в ожидании дождя и грозы. Но ветерочек есть. Все равно ветерочек есть. Так, вот ходит народ. Очень много, все равно, смотри, китайцев. Вот полтора часа от Нью-Йорка, китайцев много. Много, вы знаете, таких вот, типа Таджикистан, Узбекистан, что мне кажется очень странным, что они здесь живут. Я смотрю, сейчас в парке было много детей, им таких вот, ну, женщин. Я вижу, что это Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, вот оттуда вот они. Много темнокожих. Всех, всех вот здесь много. И это удивительно, удивительно. Потому что это, как бы, считается уже вдали от многонационального Нью-Йорка. Никогда не понимаю. Здесь как бы без машин, наверное. Здесь хорошее сообщение поездами. Поездами хорошее сообщение, я знаю. Здесь вот это... Нет, не могила. Нет, 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 не могила. Почему там какая-то надпись? Ага, как бы не так. Я, говорю, тут устала. Ну, это хорошо. Так, красиво, слушайте. Я прям душу отдыхаю. Ну, любое новое место, оно всегда интересно. Когда здесь, наверное, ходишь и за дня в день, и за дня в день, все приедается. Кто здесь живет? Всегда все приедается. Мы ехали, некоторые дома такие очень простенькие, а некоторые очень-очень красивые дома здесь. Не только здесь, вообще, в Лонгайленде. Здесь, конечно, есть очень дорогие территории. Как бы нейбрхуд очень такие. Дорогущие там у них дома. Вот, и здесь сообщение с мегаполисом, с Нью-Йорк-Сити. Сообщение этим поездам. Лир-стейшн. Лир-р-р-стейшн. Атлантик-Ивеню и... Как там называется? Манхэтт, нет, я забыла уже. Тридцать четвертый. Что это? Что это такое? Вот солнышко выглядывает. Солнце выглядывает. Солнце. Вот оно. Лучше бы оно не выглядывало. Потому что когда выглядывает, сразу становится жарко. Так, тучка отходит. Тучка отходит. Посиди немножечко на лавочке, давай. Что здесь написано? Берра. Что? Вот. В 75-м году родилась. И в 18-м уже умерла. Она была мама, дочь, жена, друг. С удивительной улыбкой. С удивительной улыбкой. Вот. В марте 5-го 75. В апреле... Так, 18. И сколько там получается? 25, 38, 43 года, что ли? 43 года. Вот это вот, в честь которой лавочку сделали. Звали ее Элизабет Колон Вера. Какая печальная жизнь. Очень мало прожила она. Пошел, пошел. Пошел. Пошел.